Оксана Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Оксана Александровна, расскажите, пожалуйста, в начале, вот на сегодня, картина рождаемости в Гомельской области какова она? За три квартала этого года рождаемость в Гомельской области составила 13,1 на тысячу жителей. И это четвертое место в республике. Традиционно лидирует Брестская область, а мы занимаем среднее положение. Но что хотелось бы отметить, что рождаемость у нас увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прожилого года, и мы будем стараться сохранить эту тенденцию. Оксана Александровна, ну вот вообще сколько малышей в этом году родилось? Расскажите. За 9 месяцев этого года в нашей области родилось 13 933 ребёнка. Это на 208 ребятишек больше, чем за аналогичный период прошлого года. И поясните, пожалуйста, вот за счёт чего достигнута такая динамика? Конечно же, повышение рождаемости, увеличение числа новорождённых деток – это не только работа акушеров-гинекологов, это работа всей системы здравоохранения в целом. Оказание помощи женщинам до беременности, специалистами первичной медицинской помощи, подготовка её беременности специалистами-акушерами-гинекологами, то есть это уже специализированная помощь, ведение её на этапах беременности, родов, родоразрешения, послеродоразрешения, а также оказание квалифицированной помощи новорождёнными – всё это приводит к тому, что показатели смертности снижаются, а, соответственно, увеличивается количество живорожденных деток, которые имеют достаточно благоприятный прогноз для жизни. Оксана Александровна, скажите, а вот за последнее время какие новые технологии, может быть, появились в нашем регионе, вот в этой сфере? Я приведу пример. Если раньше преждевременное излитие околоплодных вод являлось показанием к родоразрешению в ближайшие три дня, то сейчас мы стараемся максимально увеличить срок внутриутробного нахождения ребёнка. Ведь все мы понимаем, что один день внутриутробно – это три дня в отделении интенсивной терапии. И вот эти технологии, методика ведения женщин с преждевременными родами, с преждевременным излитие околоплодных вод помогла нам в конечном итоге снизить число досрочного родоразрешения, снизить число недоношенных деток и уменьшить смертность именно в категории деток, которые родились до срока. Как давно у нас существует эта, применяется вот такая практика? Эта технология, эта практика применяется, наверное, в течение последних двух лет. И мы уже явно видим её результаты. А это прекрасно отображается на наших показателях. Оксана Александровна, вот ещё одна тема, которая требует отдельного внимания, в то же время она сейчас у многих именно слуху, и многие пишут об этом, это младенческая смертность. Вот какой вы этот показатель у нас вот в области? Оптимизация помощи матерям и детям, внедрение надлежащих клинических практик в акушерскую на натальную помощь позволили снизить показатель младенческой смертности до уровня 2,6 промилле. Это рекордно низкий показатель для Гомельской области, если сравнивать тенденцию всех предыдущих лет. На сегодняшний день наш показатель самый низкий по республике. И, конечно же, стоит сказать спасибо всем специалистам, которые трудятся в этом направлении, как специалистам первичного звена, специализированной помощи, анестезиологам, реаниматологам, диагностам, и тем, кто имеет отношение к женщине, к ребёнку, который работает вместе с нами. Что ж, мне остаётся только пожелать, чтобы динамика продолжала улучшаться, и сказать вам большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, Анна.